Здравствуйте! В эфире передача «Жизнь и дорога» Я ее ведущий Валерий Седов Сегодня, как и всегда, в передаче мы коснемся самых актуальных тем прошлой недели Начнем, конечно, с Первомайского проспекта Там, как вы помните, начался ремонт И появились знаки, которых раньше там не было Сотрудники госавтоинспекции напомнят, как правильно им пользоваться Как ездить по этой дороге, чтобы не схлопотать штраф После перейдем к водителям, которые нарушают правила остановки и стоянки своего транспорта Ну, а начнем нашу передачу, как водится, со сводки происшествий За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб И 39 человек получили травмы различной степени тяжести В области зарегистрировано 219 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам Инспекторы Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции выявили Более 49 тысяч нарушений ПДД РФ, в том числе 46 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения 21 отказ от прохождения медицинского освидетельствования А также 7 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно 61 нарушения допустили водители мототранспортных средств 58 нарушений совершили пешеходы Выявлено 49 нарушений, связанных с перевозкой детей А также 174 нарушения допустили водители грузовых автомобилей И 40 нарушений допустили водители автобусов 9 июня, примерно в 12.50, в городе Рязани, вблизи дома номер 16 по улице Ряжское шоссе 66-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительной информации, совершил съезд дороги Впоследствии в данном автомобиле был обнаружен труп водителя По данному факту проводится проверка 12 июня, примерно в 13.00, в городе Рязани, вблизи дома номер 37 по улице Новоселов 39-летний рязанец, управляя автомобилем Рено Дастер, по предварительной информации, совершил наезд на 6-летнего ребенка В результате происшествия ребенок получил травмы Пострадавшему оказана медицинская помощь Проводится проверка Московским районным судом города Рязани вынесен обвинительный приговор В отношении жителей города Рязани, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренном частью 1 статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 25 января 2023 года житель города Рязани совершил управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Будучи лицом, подвергнутым административным наказанием за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения В ходе судебного заседания доказательства, имеющиеся в материалах дела не исследовались в связи с особым порядком судебного разбирательства Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела По результатам рассмотрения ему с учетом мнения государственного обвинителя Назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами сроком на 2 года Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован Одна из самых главных новостей это перекрытие Первомайского проспекта Далее расскажем, как теперь организовано движение и когда ремонт на этом участке дороги закончат Первомайский проспект в Рязани в стадии активного ремонта От моста и практически до площади Победы масштабные траншеи Впрочем, так будет недолго Объем работ понятен, материалы уже готовы, причем отечественные Сейчас приступили к подготовительным работам Это вот сваривать трубы между собой, чтобы потом У нас же будет всего две недели до отключения горячей воды Мы отключим и подрядчик сразу начнет опускать трубы Чтобы не задерживать отключение горячей воды Так что на данный момент мы идем с опережением графика Все уже откопано и сегодня мы начнем копать в сторону моста Сегодня в ночь Длина участка примерно 750 метров Всего уложат полтора километра труб в два ряда Стоимость первого этапа 100 миллионов Много разговоров было по изменению транспортной схемы Но пока что большинству автолюбителей добросовестно сворачивают в объезд Все предупреждающие знаки на месте, включая вот этот кирпич По выделенной полосе ехать могут только автобусы Об этом уже не раз говорилось, в том числе и нами Вот только тех, кто пытается проскочить в наглую, все больше Прямо во время съемок таких машин мы насчитали с десяток На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств Обозначенных знаком 5.14.1 запрещается движение и остановка других транспортных средств За исключением школьных автобусов, а также транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси Согласно части 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств Или остановка на указанной полосе в нарушении требований правил дорожного движения Влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей Срок окончания первого этапа 12 июля Неудобства для автолюбителей понятны, но ремонт, говорят в мэрии, это вынужденная необходимость После его окончания аварийность на этом участке будет значительно снижена Все это зона платной парковки И водители, которые оставили свой автомобиль здесь, правил дорожного движения не нарушают Однако есть такие автолюбители, которые все-таки умышленно или неумышленно требования знаков не соблюдают Немного статистики За прошлые сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено 36 таких автомобилей А с начала года аж 3,5 тысячи Профилактические рейды на выявление водителей, которые оставили свой автомобиль в зонах, не положенных для стоянки Продолжаются, при том с привлечением эвакуаторов Первые полчаса рейда и первый нарушитель, говорят сотрудники ГИБДД Вердикт? Эвакуация Процедура эта быстрая, не более пяти минут Но шанс спасти свое авто все же есть Нужно только успеть добежать до погрузки Штраф, конечно, заплатить все равно придется За парковку ближе пяти метров до пешеходного перехода, например, тысячу Это дешевле, чем оплачивать эвакуатор и место на штрафстоянке В настоящее время действенные меры воздействия на нарушителей правил остановки и стоянки Является задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку Которая производится в соответствии со статьей 27.13 КОАП РФ Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку Осуществляется в случае невозможности устранения причины задержания На месте выявлено административного правонарушения Самое распространенное нарушение, говорят сотрудники госавтоинспекции Это когда человек паркуется под знаком «Остановка запрещена» Остальные призовые места делят остановки на пешеходном переходе И под знаком «Парковка для инвалидов» При этом инвалидом не являясь Взыскания за такие нарушения варьируются от 1 до 5 тысяч рублей В первые две недели оплатить штраф за свою невнимательность можно со скидкой 50% Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными В местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль И обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств И не нарушать действующие правила Если водитель свое авто на месте не найдет, то искать надо уже в ГИБДД Первым делом звонок дежурному Например, по номеру 29 74 54 Там ответят на вопрос, где авто в данный момент Ну, а дальше путь понятен На Солнечную 1 Там составят административный материал Кстати, с возвратом авто лучше не медлить Сумма-то на штрафстоянке растет Другой способ выявить нарушителей Это автомобили, оборудованные комплексом Паркрайт Сотрудники госавтоинспекции рассказали, как такие комплексы работают И пояснили, можно ли парковаться на так называемых островках направляющих Автомобиль, который курсирует по улице Соборной Оснащен комплексом под названием Паркрайт Аппарат фиксирует нарушения правил дорожного движения Внутри мини-компьютер с излучателем Камера для съемки нарушителей И записи государственных регистрационных знаков Это транспортные средства, оборудованные комплексами фото-видеофиксации Которые фиксируют нарушения, как правил, остановки и стоянки транспортных средств На местах, где установлены знаки, остановка и стоянка запрещена А также на островках направляющих и островках безопасности Вот в данном месте, на улице Соборная, у нас расположен островок направляющий Он разделяет транспортные потоки И, соответственно, согласно правилам дорожного движения, остановка на нем запрещена Но, тем не менее, некоторыми водителями это правило не соблюдается Что образует состав административного правонарушения За данное нарушение штраф предусмотрен в размере 500 рублей или предупреждение Островок направляющий – это элемент обустройства автомобильной дороги Расположен он либо на уровне дороги, либо чуть приподнят над ней Функция такого островка – обеспечить благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы Островки направляющие, а также островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений Находящиеся на середине проезжей части Водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное Также правило предусматривает, что остановка запрещается на островках направляющих и островках безопасности За что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность Согласно части 1 статьи 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств Влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей или предупреждение Также комплексом Паркрайт могут быть оснащены патрульные автомобили ГИБДД Для контроля за соблюдением правил дорожного движения Уже давно в помощь сотрудникам госавтоинспекции функционирует СПО «Паутина» Система, которая помогает им оперативно выявить нарушителей Притом сосредоточена она не только на поиске тех, кто свое транспортное средство неправильно зарегистрировал Или у которых номера замазаны Но также выявляет она и злосчастных должников Которые скопили немало штрафов на своем автомобиле и оплачивать отказываются Таких нарушителей сотрудники госавтоинспекции тормозят, например, на стационарных постах Как это было совсем недавно Но у водителя сумма штрафа накопилась совсем немаленькая Около 1 миллиона рублей Автомобиль как главный мотиватор погашения долгов Такую необычную опцию пришлось найти у себя Рязанцу Естественно, не по собственной воле Сотрудники госавтоинспекции с помощью специального программного обеспечения Паутина Остановили ленд-крузер По имеющимся данным, 40-летний собственник внедорожника Не погасил задолженности по налогам и административным штрафам Сумма внушительная – около миллиона рублей В связи с данным обстоятельством на место была направлена группа федеральной службы судебных приставов На месте приставы составили необходимые документы Опечатали автомобиль И также с помощью эвакуатора данный автомобиль был направлен на специализированную стоянку Где он будет находиться до момента выплаты всех задолженностей В управлении федеральной службы судебных приставов В России по Рязанской области настоятельно рекомендуют гражданам Контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства Регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств На сайте Федеральной службы судебных приставов России В разделе «Банк данных исполнительных производств» А также использовать возможности мобильного приложения ФССП России Судебные приставы напомнили, что они могут производить арест имущества Согласно требованиям исполнительного документа Сделать они это могут и без участия владельца Далее арестованное имущество, как, например, автомобиль Может быть передан на принудительную реализацию Все расходы по совершению исполнительных действий Например, хранение арестованного имущества На плечах самого должника Это была программа «Жизнь и дорога» Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok